Итак, код и в целом предлагается использовать PennyLane для работы с квантовыми цепочками для квантово-машинного обучения. Этот фреймворк достаточно удобный, не имея особого опыта, может быть, даже ни в машинное обучение, ни в квантовой механике. В принципе, очень удобно, наверное, интуитивно, понятно. Большой тюториал и много интересных демонстрационных программ можно найти на их сайте. Поэтому в целом за пять лет, насколько я помню, где-то они начали, там есть статья на архиве 2018 года, где описываются разные аспекты, как симулировать квантовые цепочки. Они активно обновляют свой пакет и в целом он очень удобный и понятный. Ну, как импортируется, все очень просто. Дальше структура программирования квантовой цепочки описана, можно понять по данному рисунку. То есть, понятно, вначале нужно импортировать, они предлагают импортировать Penilane как QML, а также необходимо импортировать NumPy из Penilane. Это связано с тем, что там для того, чтобы хорошо работало там алгоритмы градиентного спуска и так далее. То есть, Autograd и какие-то такие вот моменты. Давайте я перейду более до следующей части, описание вот этой блок-схемы. Вначале мы делаем некоторый девайс, некоторое устройство квантовое. Можно использовать квантовое устройство Penilane, вызовав эту функцию и задав соответствующий параметр DefaultCubit. Здесь можно использовать и другие устройства. И, в принципе, можно также добавить свои устройства. То, что, например, мы сделали в нашей лаборатории. Мы смогли создать свое устройство, которое на железе. То есть, это не эмулятор, как в данном случае, а именно реальное железо. И тем самым, используя все остальные возможности Penilane, нам удалось делать эмуляцию на классическом компьютере, а потом, переключая вот этот девайс, проверить наши симуляции уже на реальном железе, на сверхводящем квантовом компьютере небольшом. Итак, после того, как мы создали девайс, мы скармливаем этот девайс в некоторый декоратор. То есть, мы конструируем из этого девайса и из функции Circuit некоторый квантовый алгоритм. Собственно, в Circuit задается последовательность однокубитных и двухубитных. Ну, в принципе, там можно и другие операции. В нашем случае, как мы уже из лекции узнали, что нам удобно делать однокубитные и двухубитные операции. Итак, здесь есть соответствующий параметр x. Можно подробнее посмотреть в описании, какие параметры у rx, у поворотов. Ну, первый параметр, понятно, у нас в тех обозначениях, которые были на лекции, это угол тета, а второй — это номер кубита. И здесь условно используются wires для обозначения кубитов в рамках нашей задачи, скажем так. И в конце мы делаем измерения. Ну, в данном случае делается проекционное z-измерение, то есть измеряется sigma z или там power z данного кубита, другого кубита. Дальше, используя эту функцию circuit в следующих классических, там, не знаю, нейросетей или еще что-то, мы можем использовать результаты нашей канатовой цепочки в дальнейшем, как нам захочется. Ну, в конце оптимизатор. Здесь можно использовать те оптимизаторы, которые есть в PonyLen'е. Ну, в принципе, это обычно достаточно, по крайней мере, по моему опыту. Так, давайте еще раз здесь описывается вот этот, что мы, по сути, прикручиваем к нашему девайсу или к нашему устройству, к квантному, неважно, это реальное железо или это эмулятор на компьютере, то последовательность операции, которую мы задаем в circuit. Так, ну, здесь уже можно условно запустить этот код, или мы здесь посмотрим на всякий случай. В течение нашего семинара ничего не придется программировать, учитывая нашу проблему с интернетом, ну, и в целом, а также время, наверное. Позднее. Так, здесь создали девайс, кубит-дефолт взяли, и какие-то повороты нам более-менее уже мы обсуждали, как можно представить состояние одного кубита на сфере блохо, как осуществляются эти повороты. Давайте дальше посмотрим, решим какую-то задачу регрессии, которая будет заключаться в том, что... Давайте сразу покажу квантовую цепочку. Есть у нас один кубит нулевой. Дальше у нас будет так называемая state preparation часть, в которой мы будем кодировать данные. Дальше у нас будет оптимизационная цепочка. Ну, в данном случае это три поворота. Больше нет смысла, я уже объяснял, что они будут функционально зависимые по параметрам друг от друга. Итак, это как можно такую квантовую... И в конце, естественно, измерение. Давайте эту цепочку... Напишем код для этой цепочки. Вот он здесь представлен. Data point — это вот есть тот признак нашего объекта, или угол, который мы будем вращать. И дальше у нас будет оптимизационная часть нашей цепочки, то есть так называемый ANZATS. Если подробнее посмотреть, что такое ROT, это есть не что иное, как поворот нашей сфероблоха с помощью последовательного применения RX, RY, RZ, RY, RZ. Это есть не что иное, как углы Эйлера, вращение с помощью углов Эйлера. Да. Ну и в конце мы будем измерять σ, Паулю, Z. В целом надо отметить, что в экспериментах, если вы в целом думаете на перспективу, чтобы применять какие-то квантовые цепочки, на реальном железе, по крайней мере для сверхпродящего кубита, для сверхпродящей платформы, можно, по сути, только мерить σZ. Если хочется померить другие проекции, σY или σX, необходимо предварительно перед тем, как измерить, повернуть сферу на Пи пополам, и если вы относительно X сделаете еще один дополнительный поворот, и потом сделаете измерение σZ все равно, то вы получите σY. И таким образом и наоборот. Если вы сделаете поворот дополнительным перед измерением вокруг осY на угол Пи пополам, то вы сможете получить проекцию σX. Я хотел бы тоже обратить на это внимание, чтобы, я надеюсь, что рано или поздно будет доступ уже к квантом-компьютерам и учитывать эти аспекты. Хотя, может быть, это не будет вашей проблемой, это будет уже сделано за вас, да, теми разработчиками, которые будут давать соответствующий доступ к этим программам. Так, всегда полезно распечатывать, перевести диаграмму нашей цепочки, на всякий случай, мало ли что, нам как-то неправильно запрограммировали. По поводу производных мы более-менее знаем. И дальше мы можем ввести loss function. Здесь квадратичный loss function, да, все понятно. Его можно по-разному написать, это уж не так важно. И дальше cost function, вот он здесь представлен. То есть мы передаем параметры оптимизационные, мы даем вот эту функцию, circuit, то есть по сути квантовую цепочку, даем тот параметр x, да, который, угол, который вращается, и target function, то есть y, по сути, к чему мы стремимся, что мы хотим получить, какую функцию мы хотим аппроксимировать, то есть y, то есть x, y. Дальше давайте посмотрим задачу оптимизации такой квантовой цепочкой, задачу регрессии, когда у нас y будет являться не что иное, как функция sin x. Для этого мы создаем данные, генерируем, берем x от 0 до 2π, y, это есть sin x, и дальше разбиваем на тестовую выборку, на обучающую выборку. Дальше мы функция train принимает параметры оптимизатора, которые мы можем выбрать либо обычный градиентный спуск, либо нестеров моментом, что будет сделано, и мы сможем сравнить результаты. И давайте запустим эту программу, я все-таки тоже, если его запустить, то мы получим такую последовательность обучения. Мы видим, что в конце у нас cost-фанкшн достаточно маленький, и вот здесь приводятся оптимизационные параметры. Давайте построим график, мы видим, что действительно, да, у нас мы смогли обучиться достаточно хорошо, и средняя ошибка достаточно маленькая. Давайте попробуем, поменяем оптимизатор на Нестерова, и мы увидим, что обучение происходит быстрее, лучше, ну, что неудивительно. Также можно визуализировать полученный результат, ошибку. Давайте мы посмотрим внимательно, более внимательно на параметры, оптимизационные параметры. Вот мы здесь можем заметить, что последний параметр не поменялся. Как вы думаете, почему? Не с предыдущим запуском, я хотел сказать, что, давайте, я помню, не очень внимательно, изначально параметры мы задаем как 0.1. Да, все 0.1, 3.0.1, и вопрос, почему третий параметр не поменялся. Что? Нет зависимости, да. Почему так получилось? Это на уровне математики понятно, ну, или, скажем так, физично, скажем. То есть, можно ли это было понять сразу, если, не знаю, посмотрев на охвантовую цепочку? Что? А почему? Давайте посмотрим еще раз. Еще раз какие-то? Нет. Хорошо, да. Ну, наверное, я, может, немножко по-другому скажу. Ну, вот если мы посмотрим на, что представляет собой функция ROT от трех параметров, это последовательность операции RZ, RY, RZ. И вот последний RZ, который осуществляется здесь, он не меняет Sigma Z. Да, вращение вокруг Z у нас мы получаем на сфере блохо окружность, ну, то, что, наверное, вы хотели сказать. Да, действительно, поэтому не поменялось. Да, давайте мы посмотрим на другие параметры и что-то, может быть, тоже заметим. Особенно вот эта цифра сразу бросается в глаза. Предварительно поделив это на число P, мы видим, что здесь, там, по сути, минус 0,5, здесь плюс 0,5. То есть, кажется, очень, может быть, странно, а может, нет. Так вам видно или мне сделать зум немножко? Просто, может, все-таки... А, сейчас. Это и то, и другое параметры модели, которые оптимизируются. То есть, изначально мы берем их, равном 0,1, а дальше мы их оптимизируем. Ну, один из параметров мы поняли, что он не должен оптимизироваться. Собственно, это хорошо. А другие параметры подозрительно похожи на минус P, половина P, половина P, половина. Да, совершенно верно. Мы вот на лекции говорили о том, что у нас выход, 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 что Sigma Z, да, в общем виде имеет, видит некоторые терминетрические функции. И если у нас цепочка так простая, если не было бы ROT, да, в конце параметры ROT было все 3.0, то у нас была бы вообще зависимость косинуса. Это можно себе представить, если вы немножко посмотрите на сферу Блоха. То есть, что мы делаем? Мы вращаем вокруг относительно X, немножко, да, на некоторый угол X. Если мы сделаем сразу про X, мы говорили, что это будет косинус. А дальше мы делаем вращение вокруг оси Z на угол минус P пополам. А, сейчас вокруг, здесь вопрос, как все представить X. Но делаем поворот вокруг оси X, потом делаем минус вокруг оси Z на угол минус P пополам, а потом делаем поворот относительно Y тоже на P пополам. Но если немножко подумать, то это как раз будет понятно, что мы переводим, по сути, косинус в синус. Ну, это может быть, ну, сейчас под вечер тяжеловато, но если вы подумаете как-нибудь, то это действительно так будет. Ну, а если мы угадали точное решение, почему-нибудь попробовать посмотреть, что будет, если мы рассмотрим такую квантовую цепочку, в котором параметры будут как раз минус P пополам, P пополам, ну, 0 и 1, это не важно. Да, действительно, в этом случае у вас точность регрессии, да, будет 10 минус 16, ну, понятно, что это машинная точность. Хорошо, но тогда возникает вопрос, а можем ли, может быть, мы можем любую функцию тренингометрическую аппроксимировать? Как вы думаете, получится у нас? А что смущает? Почему, может быть, кажется, что нет? Я на лекции говорил, что на самом деле любой, что Sigma Z будет иметь именно такую функциональную зависимость относительно любого параметра вашей квантовой цепочки, если параметр однокубитной операции. Здесь может возникнуть вопрос, а вдруг там A, B, C, они большие, больше единицы, а у нас Sigma Z будет только от минус единицы до единицы. У кубита проекция относительно Z может быть от минус единицы до единицы. Как быть с этим? Да, совершенно верно. Абсолютно верно. То есть нужно сделать некое линейное преобразование, умножить на коэффициенты и добавить куинт-константу. То есть мы это должны заложить в наш алгоритм. Так, ну здесь рассмотрим такой ряд для первого порядка. Ну здесь мы генерируем, мы можем создать какие-то случайные коэффициенты A, B, C и создать соответствующий тригометрический ряд. Дальше стандартно разделяем данные на обучающий трейн-тест. Мы вот здесь видим вот эту зависимость. Ну здесь как бы повезло, что диапазон не от минус единицы до единицы меньше, а не больше. Но так нам придется в квантовую цепочку добавить, вот учесть то, что нам нужно еще два параметра. Вот здесь они добавлены. То есть уже оптимационных параметров будет не три, а целых пять. Так как мы сделаем некоторое линейное преобразование, которое указано здесь. То есть константа, ну то есть kx плюс b, давайте так функцию существим. Ну, запустим процесс оптимизации. Также, в принципе, не сильно важно для таких учебных задач, какой оптимизатор мы применяем. Ну мы видим, что у нас процесс обучения очень даже неплохо пошел. Мы можем это проверить. Да, действительно, все визуально, визуальная, так сказать, проверка всегда была полезна, как мы знаем. Ну и средняя ошибка, да, на уровне машиной ошибки. Дальше мы можем посмотреть ряд фри второго порядка. Как вы думаете, что нам нужно сделать с алгоритмом, чтобы можно было решить задачу регрессии для случая, когда у нас функция, это ряд фри второго порядка. Можно два кубита, действительно, это так можно, можно все равно в рамках одного кубита остаться. Помните, на лекции я рассказывал про универсальный аппроксиматор, что кубит также является универсальным аппроксиматором. Один кубит, этого достаточно. Что мы там делали, про какой метод мы там обсуждали. Так, ну метод реаплодинга, то есть мы можем записать один и тот же признак несколько раз. Давайте это и сделаем. Давайте мы придумаем квантовый алгоритм, который будет записывать точку, одну и ту же точку, несколько раз. Ну, здесь мы видим данные, да, этот ряд фри второго порядка. Здесь опять тоже больше единицы, то есть если не делать вот это линейное преобразование в конце, то мы не сможем нормально аппроксимировать. То есть будет два дополнительных параметра. Здесь мы делаем, добавляем еще один поводок, в котором будет содержаться наш признак, да, ну, x. Вот он, здесь был один поворот и второй. А между ними у нас будут, а также мы увеличим, добавим три поворота в конце. То есть мы просто сделаем, скажем так, увеличим число слоев в два раза. Вот здесь мы можем провести квантовую цепочку и посмотрим, как будет обучаться. В данном случае выбран оптимизатор нестеров, чтобы тоже побыстрее все было. И мы видим, что, да, действительно все обучается. Мы можем предсказывать ряд фриетов и второго порядка. Ну, действительно, дальше возникает вопрос, не вопрос, а следствие, что получается, что мы, в принципе, вот таким вот образом можем аппроксимировать любой ряд фриет, если мы применим в столько-то раз или там увеличим в столько-то раз вот эту квантовую цепочку. Или там этот блок слоев, да, то есть здесь два слоя, или на самом деле, можно сказать, что четыре слоя, потому что здесь три операции. Ну, если объединить их в один блок и выбрать число блоков, равное числу порядка нашего ряда фриет, то, в принципе, мы должны получить точный ответ. То есть в некотором смысле это разложение в ряд фриет. Так, давайте тогда приступим. Так, может быть, есть какие-то вопросы? Ну, это можно сделать. В принципе, в этом пакете можно сделать свои функции, но я, например, этого не делал, поэтому не могу сказать, как это, ну, как не занимался, не было необходимости. А, хотя было, да, я не совсем точно сказал, но я решил их смоделировать, да, там, вот в этом пакете Penilane нет, например, iSwap, в зависимости от этого. Но я его сконструировал через Cnode и однокубитные операции. Решил, что так проще, тем более, как бы, если знать, как это делать, чем там разбираться, там надо думать и о производных, но, может быть, это было проще. Ну, короче, кто как захочет, так и делает. В принципе, так. Давайте обсудим, можно ли аппроксимировать что-то другое, кроме рядов уе. Ну, давайте возьмем функцию x в кубе и посмотрим, получится ли решить задачу регрессии так же хорошо. Ну, кванта и цепочка, как и в первом случае, используя один кубит. Запускаем так же оптимизацию, применяя метод нестерва. И давайте посмотрим уже на результаты. Как мы видим, результаты немножко не такие красивы, как в прошлом разделе нашего семинара. Вот если здесь и, в принципе, так же можно заметить, что с экстраполяцией тут тоже плохо. То есть, если мы обрубили обучающие данные только до 0.7 где-то, а дальше уже у нас тестовая выборка, она это является экстраполяцией в нашей области обучения, то, конечно, там и как и классические машины обучения, так и здесь мы, конечно, плохо будем это определять. Но мы видим, что функциональное пространство, которое задается, определяется вот такой квантовой цепочкой, достаточно мало для того, чтобы хорошо аппроксимировать х куб. Что можно сделать, чтобы лучше можно было аппроксимировать? Ну, в принципе, давайте для этой задачи, уже говорили, можно увеличить число кубитов. Давайте рассмотрим такую квантовую цепочку и здесь мы запишем точку, ну, например, два раза. Дальше мы будем, по сути, в некотором смысле перебрасывать вот эти знания, да, относительно вот этого угла дальше через вот этот синод. То есть что-то аналогичное я также показывал на лекции, что вот этот реаплодинг можно как бы разбить на два кубита, но в некотором смысле мы здесь такую иллюстрацию этого теоретического факта или там этой эквивалентности здесь реализовали. Ну, давайте запустим процесс обучения. Опять, здесь достаточно можно долго ждать, чтобы... Да, да. Ну, смотрите, вот если мы вот этот блок, вопрос был, если мы увеличим количество кубитов, почему улучшается? Если мы этот блок увеличим в два раза, да, то мы из первого пункта понимаем, что мы можем, то есть мы можем лучше разложить там условно в ряд фурье нашу задачу, нашу функцию, ту функцию, которую мы ищем, мы как бы можем разложить более точно. Да, если у нас один параметр, мы кодируем один раз, x мы кодируем один раз, то тогда у нас как бы разложение в ряд фурье первого порядка. Если мы записываем этот же параметр два раза, то мы по сути можем разложиться до второго порядка. Здесь идея такая, что в принципе мы можем использовать, дублировать, да, но мы это уже увидели как бы в первом разделе. Давайте посмотрим, если мы как бы увеличим не число блоков, да, а увеличим число слоев и запишем этот же признак, да, или x в операции второго кубита. Будет ли это помогать или нет? Ну, то есть был условно-теоретический результат, который я говорил, давайте проверим, почему бы нет. Да, можно увеличить, но хочется посмотреть, а если мы по-другому запишем. Но на самом деле это эквивалентно. Я там приводил на лекции, если вы можете посмотреть, после аплодинга, я приводил, в принципе, я могу, может быть, даже сейчас. Да, да, сейчас, я не знаю, а я, ну, да, кажется, этот экран не увидят докладчики, то есть слушатели. Давайте я здесь быстро покажу, я прошу прощения, что, если, ну, ладно. Вот я, я говорю про вот этот результат, когда у нас, что? А, все, понятно, да, все, все, отлично, тогда, тогда деваться некуда, надо переключаться. Так, демонстрация, не знаю, давайте, да, вкратце, сейчас будет видно, да, вот я говорил про вот, вот, вот этот аспект, это то, квантовую цепочку, можно, в принципе, такую квантовую цепочку на одном кубите с реаплодинга можно разбить на, соответствую, на эквивалентную схему на несколько кубитов. хорошо, да, то есть, в целом, да, понятное дело, что надо брать много кубитов, много, вернулся к, к этому браузеру, здесь, да, в идеале, если хочется еще больше, то можно делать, увеличить и количество блоков, да, и количество кубитов, и тогда у вас, как бы, функциональное пространство вырастет гораздо быстрее, будет гораздо богаче. Ну, давайте здесь пока ограничимся тем, что мы увеличим число реаплодинга, да, записи данных до двух раз, если хочется побольше, то можно, наверное, самостоятельно дома тоже поиграться, ну, или, и посмотрим, что это дает, улучшается ли наша аппроксимация, так, вот здесь мы можем увидеть, что действительно с увеличением там числа кубитов и записи в каждый кубит, или, скорее всего, если мы увеличили бы число блоков, то мы смогли бы более точно сделать, решить нашу задачу регрессии. Здесь вот представлено, ну, также проблема о том, что при экстраполяции нашей, нашей, нашего фита, скажем так, да, конечно, мы там теряем в точности. Вот так. Давайте, есть ли какие-то вопросы, или мы можем перейти к задачи классификации? Да. Давайте посмотрим две задачи классификации, именно задачи классификации Cancer, то есть, да, может быть, надо было предупреждать заранее, что мы здесь, конечно, рассматриваем такие игрушечные задачи, то есть, такие достаточно простые, у которых более-менее все понятно. Ну, здесь стандартно загружаются данные, можно посмотреть на эти признаки, как они коррелируют, не коррелируют. Из-за того, что мы рассмотрим тоже, так, сейчас, сейчас, секундочку, да, мы рассматриваем, было предложено рассмотреть вот такую квантовую цепочку, в котором записываются данные с помощью реаплодинга, вот, каждый слой представляет собой запись, вот такую вот запись, и, так, мы сейчас загрузили, загрузили 6 признаков из всех 30 у Cancer, да, но для простоты мы их, конечно, тоже выбираем самые лучшие, может быть, из других соображений или там визуально, но, скорее всего, из других соображений мы выбрали, поняли, что они хорошо работают, и дальше, здесь мы, если мы раньше сравнивали, то есть задачи классификации можно, конечно, сравнивать, решить, к какому классу принадлежит данный объект, если мы сравним Sigma Z, проекцию Sigma Z с нулем, но в общем случае, в принципе, можно сместить относительно какого базиса, относительно какой величины мы говорим, что на этот класс принадлежит первому классу или второму, поэтому здесь есть дополнительный параметр. Давайте посмотрим на результаты, на процесс обучения, вот здесь представлен процесс обучения на трейн и также на тест. Ну, в целом, для одного кубита можно получить там на трейне, на тесте там 93-94%, что в целом не так уж и плохо, если увеличить число кубитов, усложнять квантовый алгоритм, квантовую цепочку, то, конечно, может быть, можно и получить лучше. Но процесс построения квантового алгоритма, он является творческим процессом, поэтому в зависимости как построить его, то и от этого зависит и результат. Ну, выбор размерности скрытых слоев и так далее, это некоторая эмпирика или некоторые исследования, но также здесь при необходимости можно изучить различные кванты и цепочки. Так, давайте, так, у меня что-то сбилось, да, я прошу прощения, скорее всего, а, вот, да, давайте перейдем к задаче классификации ВИН, да, самый раз, под вечер. Здесь у нас уже рассматривается не бинарная классификация, у нас ВИНа имеет три класса, данные мы можем загрузить, они это стандартные из Escalerna. Так, и признаки, здесь четыре признака выбрано, конечно, это из других соображений или просто предварительный просмотр, графический просмотр, как признаки разделяются визуально или еще из других соображений. Для чего берется меньше признаков? Ну, чтобы меньше было, надо было кодировать и в целом все-таки, когда есть какие-то признаки, которые сильно зашумленные, они могут сильно мешать. Если мы здесь как бы записываем признаки без каких-то весов, то они дают такой шум, либо надо записывать их в однокубитные операции с некоторыми весами, да, и в надежде, что квантовый алгоритм рано или поздно уменьшит эти веса, да, или обнулят, чтобы какие-то незначимые признаки не влияли на результат. Здесь мы в некотором смысле предварительно их убрали для того, чтобы облегчить жизнь в некотором смысле квантовым алгоритмом. Так, ну, здесь стандартно мы делаем девайс уже на 4 кубита, и давайте посмотрим на квантовую цепочку, вот она здесь представлена, вот мы здесь вару, это есть не что иное, как state preparation, да, конечно, этот у каким-то образом можно как-то немножко сжать эту цепочку, но для учебных целей это необязательно, в целом полезно сделать так в некотором смысле попроще. Дальше у нас есть, то есть здесь на самом деле цепочка, она сжата, да, опять для того, чтобы по времени уменьшить время запуска, время всего квантового алгоритма, а так здесь идея была в том, что если вот здесь посмотреть в алгоритме, мы здесь записываем наши признаки, 4 признака в каждой из кубитов, даже если у нас данные отнормированные, мы можем взять функцию arctangens, мы переводим из в принципе неограниченного диапазона, если у нас признак меняется в неограниченном диапазоне, в принципе взяв функцию arctangens, то у нас угол будет от минус пи пополам до пи пополам, это достаточно важно, да, потому что чтобы так не получилось, что мы делаем какие-то круги, да, и вроде как если у нас признак имеет там, не знаю, плюс 5, да, или там плюс там пи и минус пи, это можно предположить, что это объект, если две точки имеют один и тот же признак, там плюс пи и минус пи, можно предположить, что эти объекты принадлежат разным классам, да, а если мы запишем один поворот, на самом деле они окажутся в одну точку, вот чтобы этого избежать, лучше взять какую-нибудь функцию типа arctangens, и дальше у нас есть вот такой вот блок, один блок, который состоит из трех поворотов каждого кубита, и дальше двухкубитные операции между ними, то есть некоторая такая лесенка асенотов, ну, как бы, наверное, уже после экс это стало более-менее стандартным, то, что двухкубитные операции выполняются лесенкой, ну, вот такая вот стратегия написания квантового алгоритма, дальше мы можем сделать таких, вот здесь написано layer, может быть, лучше было бы написать blocks, но ладно, так исторически сложилось, поэтому так и оставим, но по сути это блок слоев, вот таких блоков используется целых три штуки, так, и в конце, вот когда у нас была бинарная классификация, нам было достаточно, ну, мы могли померить один кубит, и когда у нас, например, нам нужно разделить на три класса, в принципе, можно мерить три кубита одновременно и посмотреть, какой кубит дает максимальный сигма z, ну, того и класс, как говорится. Итак, давайте посмотрим на процесс обучения, здесь вам тоже достаточно много сделать, и здесь я хотел, ну, можно привести результат классификации, здесь получилось 98%, ну, 98,3. Конечно, дальше можно там по-другому разбить данные, сделать кросс-валидацию, но для примера, для обучения, в принципе, я считаю, этого вполне достаточно, то, что вот такой квант-алгоритм, он может решить задачу мультиклассовой классификации. Так, я на самом деле закончил то, что я хотел сказать, если у вас есть вопросы, я буду рад ответить на них. То есть дальше эти алгоритмы, ну, в некотором смысле, да, на уровне кода, да, наверное, так сказать, здесь не так сложно будет, может быть, после того, как у вас будет доступ к этому файлу, там, развитие тех задач, которые в рамках проекта можно, было предложено решить. Ну, тогда спасибо за внимание. Да, да.